Идея цифрового правительства Технологии помогают человечеству уже долгое время. А мы пытаемся применять технологии для того, чтобы услуги стали лучше и проще для их пользователей. С помощью технологий мы можем улучшить качество обслуживания. Некоторые функции они могут делать за человека. Мы хотим объединить услуги, упростить их, сократить количество этапов, сделать так, чтобы услуги оказывались быстрее. В Объединенных Арабских Эмиратах стратегия цифрового правительства предполагает полную цифровизацию государственных услуг к 2023 году. Мы работаем над концепцией так называемых проактивных услуг. Мы применяем искусственный интеллект для того, чтобы услуги были оказаны клиенту до того, как он об этом попросил. Зная о нуждах наших клиентов и их привычках, мы можем оказать им услугу до того, как они попросили об этом. Задача цифровизации — не только подготовить государство к нынешним и будущим проблемам, но предложить нам, гражданам, более гибкие услуги, облегчающие нашу жизнь. Термин «невидимые технологии» набирает популярность в цифровом мире. Вы не должны сталкиваться в вашей жизни с использованием технологий. Вы должны замечать только улучшение качества обслуживания. Мы полагаем, что использование искусственного интеллекта правительствами приведет к повсеместному использованию технологий. Появятся проактивные услуги, качество оптимизируется. У вас будет ощущение, что правительство понимает вас, чувствует вас, что оно предоставляет услуги, предназначенные именно для вас. Таким будет эффект от использования искусственного интеллекта. Дубай назначил специального консультанта, который будет смотреть на новое введение с точки зрения конечного пользователя. Больше всего я обращаю внимание на то, чтобы мы уделяли внимание нужным горожан и адаптировали технологии к этим нуждам. Пандемия показала нам, что мы нуждаемся в эффективности и общении. Я также слежу за тем, чтобы данные и поток информации шли на пользу людям во всем мире, особенно в городах, которые конкурируют друг с другом. Они должны функционировать максимально эффективно, уделяя в то же время внимание благополучию жителей. И речь не только о материальном благополучии. Для эстонских граждан и предпринимателей получение государственных услуг в интернете от голосования до регистрации бизнеса и подписывания документов стало привычным образом жизни. Мы хотим, чтобы государство функционировало безупречно, проактивно и в интересах пользователя. Поэтому мы стремимся убрать или максимально автоматизировать решения наибольшего количества задач. Конечно, это включает и цифровизацию. Так, например, сейчас мы внедряем систему, которая называется «Бюрократ» — электронный помощник для граждан на основе искусственного интеллекта. Доктор Реймонд Хури — автор доклада «Будущее 2022». По его словам, страны, которые не двигаются вперед, обречены на отставание. В нашем докладе мы перечисляем основные компоненты правительства будущего. Речь не только о цифровых технологиях. Существует миф, что если правительство использует цифровые технологии, оно становится цифровым. Это не так. Нужно начать с самого верха. Нужно иметь смелое руководство, смелые стратегии, которые идут дальше цифровизации услуг. Нужны революционные изменения в бизнес-модели и управлении. Во время всемирного саммита правительств муниципалитет Дубая объявил, что он расширит свое цифровое присутствие, войдя в метавселенную. Он будет сотрудничать с частными компаниями для того, чтобы создать футуристичную, рассчитанную на человека, версию города, пользующуюся всеми возможностями метавселенной.